Испытывая чувство одиночества, мы часто не замечаем, что на самом деле рядом с нами всегда кто-то есть, а одиночество это всего лишь наше эмоциональное состояние. Но что если судьба так распорядилась и ты на целый год станешь оторванным от цивилизации? Представь, что ты оказался посреди океана, в лодке, совершенно один, без еды и воды, только ты, лодка и бескрайний океан. В этот момент ты и испытаешь, что такое на самом деле настоящее одиночество. А ведь такая ситуация вполне реальна. Рыбак по имени Хосе Альваренго скитался по океану в старой лодке без весел, без еды, без пресной воды и людей, как проклятый, целых 14 месяцев. Его рекорд смог побить только капитан черной жемчужины Дэвид Джонсон. Тот в силу договора должен был блуждать по океану 10 лет. А чтобы на вас ни в коем случае не находило чувство одиночества, можно зайти в приложение БАДУ и посмотреть в люди рядом, кто находится неподалеку от вас. Кто знает, вдруг буквально в радиусе пары километров кто-то так же скучает и ждет твоего сообщения. Посмотрите обязательно, чем ваш потенциальный спаситель от одиночества увлекается. Какие у него хобби, какие фото, ведь очень важно, чтобы вам было о чем поговорить. Кстати, что удивительно, но в БАДУ можно еще и двойников своих найти, моих оказалось целых 791. Так что дерзайте, может в вашем городе как раз живет один из ваших клонов. А вдруг он еще и неподалеку, кто знает. У Хосе жизнь была и так не сладкая. Всю жизнь он ловил в Тихом океане рыб и продавал их за сущие копейки на местном рынке. А в декабре 2012 года его маленькая лодка попала в сильный шторм. Мотор заглох и рыбака уносило в океан все дальше и дальше. Иногда у него получалось поймать рыбу и морских черепах. Естественно их приходилось есть сырыми. Постоянное чувство жажды никогда не покидало бедолагу и кратковременный дождь был настоящим подарком с небес. В остальное время он пил кровь пойманных им чаек. Болтаясь в океане, Хосе не раз находил различный мусор. Пластиковые бутылки, пакеты, иногда это было и что-то съедобное. Так например однажды он выловил качан капусты, жевательную резинку и бутылку молока. Спустя несколько месяцев Хосе перестал осознавать чувство времени. Все что он видел это яркое солнце которое менялось кромешной темнотой. И бескрайний океан. Одиночество, желание покончить жизнь самоубийством. Он постепенно начинал сходить с ума. Только страшный голод и жажда держали его рассудок ясным. Днем 30 января 2014 года на одном из островов Атолла Эбон раздался душераздирающий крик. На пляж выбежали пару человек, это были владельцы единственного дома на этом берегу. Перед ними стоял очень худой, обросший, в рваной одежде мужчина и что-то бормотал на непонятном языке. Хосе Альваренго спустя год и два месяца все же нашел берег. Расстояние от Коста Асуль до Маршаловых островов, где и обнаружили Хосе было 10 тысяч километров. Его волосы были запутаны, борода сильно отросла, лодыжки опухли, мужчина едва мог ходить. Однако по заверениям врачей рыбак серьезно не пострадал и даже не нуждался в госпитализации. Позже когда власти установили личность Хосе, выяснилось что он родом из Сальвадора. У него есть родители, сестра, жена и дочь, которые считали его погибшим. Но также у этой истории, казалось бы со счастливым концом, есть одна страшная подробность. Оказалось, что у Хосе был напарник. 15-летний Изекииль Кордаба, по словам Хосе, он не пережил всех трудностей и спустя 4 месяца скитаний по океану скончался. Откровения моряка нельзя назвать слишком подробными, ведь он частично потерял память. Тем не менее, родственники погибшего считают, что Хосе его попросту съел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова